Привет, друзья! С вами канал ProJapan, я Илья Сплин, и сегодня у нас на обзоре КТМ 890 Duke R. Перед тем, как перейти к обзору, я напомню, что мы занимаемся доставкой мотоциклов из Японии и США, поэтому если вы хотите обновить свой мотоцикл, либо приобрести себе первый байк и привезти его из Японии или США, то обращайтесь к нам, мы делаем это хорошо. На самом деле я хотел снять этот мотоцикл весь этот год. Почему? Так как я пристально слежу за мото-новостями в Европе, я заметил, что в конце 2020 года куча мотоизданий дали этому мотоциклу либо премиум мотоцикл года, либо на худой конец Naked года. Мне было очень интересно понять, что в этом мотоцикле такого, что все западные журналисты наперебой начали его расхваливать и говорить, какой он классный. И я попытался в этом разобраться. До этого у КТМ был такой мотоцикл, как КТМ 790 Duke, и его решили несколько заточить. Сделать из одной версии 790 Duke 2, 890 Duke более дорожную версию и Duke R более спортивную версию. Чтобы разработать более спортивную версию, они решили пойти довольно логичным путем. Они взяли бывшего чемпиона мото-гран-при Джереми Макуильямса и сказали ему, вот просто сделай все, что ты хочешь. Делай так, чтобы мотоцикл был действительно управляемым, действительно тормозящим, действительно хорошо ехал. Ставь любые компоненты, вот тебе карт-бланш. Ну, он и сделал. И получился у нас вот этот 890 Duke R. Давайте теперь разбираться, что он там такого наделал и чем он вообще отличается от обычного 790 Duke. Во-первых, на 100 кубов у него выросла кубатура. И давайте сначала по этому поговорим про мотор. Мотор здесь в версии R выдает 121 лошадиную силу. Это рядная двойка жидкостного охлаждения, у нее по 4 клапана на цилиндр. Я ездил на многих мотоциклах с рядными двойками, но могу сказать, что это самая злобная рядная двойка, на которую вообще когда-либо садился. Но об этом чуть позже. Работает этот мотор в паре с шестиступенчатой коробкой переключения передач. Сцепление здесь проскальзывающее. Мотор мотором, но для того, чтобы мотоцикл хорошо ехал и управлялся, помимо мотора ему нужен еще и вес. И здесь КТМ тоже отлично поработали, потому что мод весит всего-навсего 166 килограммов. В нем нет вообще ничего лишнего, вес экономили здесь буквально на всем. Я думаю, что даже тросиковое сцепление. Это не потому, что они сэкономили денег и не поставили сюда гидравлику, а просто потому, что тросик меньше весит. Говорят дальше про экономию веса. Здесь у нас стальная рама, но подрамник сделан алюминиевым. В нем спрятан короб воздушного фильтра и, как сами по КТМ говорят, это все было сделано для того, чтобы еще больше снижать вес. И, в общем-то, весом 166 килограммов очень мало какие стриты среднекубатурные могут похвастаться. С весом разобрались. Дальше. Любой мод, который хочет иметь какие-то амбиции на треке, должен иметь соответствующую подвеску. Ну и МакВиллиамс, видимо, недолго думая, подумал, что сюда будет отлично подходить подвеска ВП Апекс. Здесь у нас 43-миллиметровая перевернутая вилка, она полностью регулируемая. И сзади тоже у нас ВП Апекс, тоже полностью регулируемый моноамортизатор. Дальше. Чтобы этим всем было более удобно рулить, заточили посадку. Посадка здесь более агрессивная, чем на 790-м и даже более агрессивная, чем на обычном 890-м. То есть руль у нас находится ниже, подножки смещены назад, а высота по седлу чуть больше. Это сделано потому, что увеличен был дорожный просвет для того, чтобы в глубоких поворотах не цепляться подножками. Итак, нахожусь у дилерского центра КТМ в Химках, это автодом. И они мне дают вот этот вот замечательный 890 Дюк Эр. Лоу фьюэлом в первую очередь. Фьюэла тут совсем нет, я смотрю. Пока поехали. Надо чуть отрегулировать ручку сцепления. А, забавно. Она только дальше отодвигается. Ладно. С самого начала чувствуется, что он довольно злобненький. Прям такие резкие реакции на газ у него. Но мне в спортивном режиме наоборот такое нравится, потому что ты сразу чувствуешь, что мотоцикл понимает, что ты от него хочешь. При сбросе газа подстреливают в выхлоп. Спасибо. На тормоз реагирует трезво. Продавилку прожимает довольно серьезно. Да, у КТМ нет вообще никаких проблем с реакциями на газ, как у современных мотов большинства. Если режим спортивный, ну, значит, будет реагировать спортивно. Это хорошо. Динамика классная. И она сразу. Не надо ничего ждать. Как же мне нравится настройка газа-то, а? Это прямо не уступает о гуси. Я, кажется, первый раз это говорю. И звук классный. Ветрозащиты, конечно, никакой нету. Но у нас нейкед. Нейкед. Итак, у нас уже теоретически мод едет. Он легкий, он рулится. Что ему еще надо? Тормоза. Здесь у нас тоже достаточно редкое для среднекубатурных нейкедов решение. Это суппорта Брэмбо Стайлима. Они четырехпоршневые на 320-х дисках. Стайлима обычно ставится на очень дорогие байки. В основном это из топ-сегмента крупнокубатурные нейкеды, либо спортбайки. Например, там, Street Fighter V4S тоже может похвастаться этой самой Стайлимой. Здесь, учитывая очень маленький вес, эти тормоза работают просто великолепно. Об этом я тоже еще расскажу. В паре с этими суппортами работает радиальная тормозная машинка Брэмбо МСС. И торможение они таким образом тоже заточили. Что нам осталось сделать для того, чтобы мотоцикл был действительно быстрым и безопасным, учитывая, что сейчас 2021 год. Правильно поставить много разной электроники. Здесь есть, в общем-то, все, что нужно и даже больше. Здесь есть чувствительные к углу наклона трекшн-контроль, АБС, есть антивилли. Есть специальный режим работы АБС, например, называется Супер Мото АБС. Он создан для того, чтобы квалифицированные райдеры могли пускать заднее колесо в скольжение. При этом АБС бы никак не мешал. Есть специальная система, например, которая при переключении вниз делает тебе перегазовочку, чтобы у тебя не блокировалось заднее колесо. В общем, с точки зрения электроники здесь есть все, что нужно и даже может быть чуть больше. Помимо этого, в качестве финальных штрихов, здесь стоит резина Michelin Power Cup 2. По сути, это полуслики. На обычном дюке стоит, конечно, другая резина. И отсюда, в принципе, убрали заднее сидение и задние подножки. То есть они сразу говорят, что, ну вот, вот тебе мотоцикл, это спортивный снаряд. Не путай его, пожалуйста, с обычным городским дюком. Так что пассажира сюда не посадишь. Но, в принципе, если все-таки захочешь сажать, можно будет заменить его на сидение. Я думаю, там от дюка подходят и подножки, и сидение. В общем, я заканчиваю с технической частью, которая на этот раз была достаточно нескучная. И перехожу к своим впечатлениям. Я скажу честно, можете меня опять обвинять в том, что меня теперь на этот раз купило КТМ. Это единственный Naked, который я брал на обзоры, который мне настолько понравился своим характером, что я бы, возможно, его даже и купил. Во-первых, огромная редкость для нынешних времен, где царит Евро 5, У мотоцикла в режиме Race, это самый злобный из предложенных четырех режимов, у него действительно очень яркий отклик на газ, причем с самого начала. То есть, что делается обычно? Обычно у нас на ручке не происходит ничего, а если ты просишь мод валить, он начинает ехать. Здесь не тут-то было. Если ты его переводишь в режим Race, он начинает быть злобной тварью с самых буквально миллиметров открытия газа. Это абсолютно небезопасно. Он становится абсолютно дерганым. Но когда ты находишься в тех условиях, когда тебе это нужно, например, на треке, либо ты попал на какой-то там пустой серпантин, вот такой характер, это то, чего лично я жду от мотоцикла. Но мне даже не обязательно быстро ехать, потому что ты ему чуть-чуть даешь, давай чуть-чуть поедем, он очень весело подхватывает твое желание. И поэтому у меня с Мотом возникло полное взаимопонимание. И что еще интересно, здесь очень велика разница между различными ездовыми режимами. Когда после трека мы ставим его в спорт, вот эта вот дикость, она из него уходит. Он становится просто быстрым и неплохо таким отзывчивым мотоциклом. В нем в спорте, например, по городу можно вполне ездить каждый день. Если вы, упаси господь, купили этот мотоцикл там вторым, после какого-нибудь 50-сильного мотоцикла, то для вас будет режим Street. В режиме Street он превращается в такого покладистого КТМа, который не будет вас пугать, который при желании он выдаст полную мощность где-то там, когда вы сильно повернете ручку. Но вообще ход газа сначала будет задемпфирован, и только если вы его сильно попросите, он поедет. Его поведение в режиме Street действительно безопасное. Есть еще режим Rain, он там еще ограничивает максимальную мощность, но под дождем я на нем не ездил, и поэтому этот режим не использовал. Режим Race, кстати, опциональный, насколько я понимаю, даже на версии R, но за него точно стоит доплатить, потому что в нем можно будет выключить антивилли. И, кстати, в режиме Race еще не работает та самая штуковина, которая вам подкидывает оборот при переключении вниз, для того, чтобы на треке вы могли заходить в повороты с небольшим заносом, если вы умеете. Кстати, еще из того, что стоит на этом мотоцикле, но является опцией, это двухсторонний квикшифтер. Я не знаю, почему он опциональный на R-ке, но вот так вот она и есть. Может, у меня, конечно, короткие пальцы, но здесь рычаги находятся довольно далеко. Это самое ближнее положение. Ни на одном другом мотоцикле не встречал, чтобы мне были великоваты рычаги. Бодро рвется на заднее, мод короткий. Дурачок, да? Здесь это довольно короткоходный газ. Что плюс, потому что в последнее время я везде вижу на почти всех мотоциклах длинноходные. Там надо с перехватом крутить, чтобы полностью его выкрутить. Но, с другой стороны, он получается очень чувствительным, и мод получается злым. Кстати, он усенький, пролезает в пробках. Я понимаю, почему его хвалили очень сильно. Так. Вот я нашел, геройт-мод меняется, но не успел, зеленый закатился. Это на нем сейчас еще антивилли включен. Как оказалось. Зачем более быстрый мод в городе, я понятия не имею. Тут реально все мне нравится. Пробьедаю, есть какое-то внутреннее ощущение радости. Я вот поэтому и Агусту не меняю, что она дает мне примерно то же самое. Она дает веселье, при этом она не супер мощная. Этот мотоцикл тоже не супер мощный. Ну, я еду, и на нем реально весело. И звучит он классно и злобно. Опять скажет, обзор куплен. Некоторые почему-то не верят, что что-то может реально заходить. Вот если я делал обзор на ТО на 660, который мне понравился, ее может купить новичок, она его не будет пугать. Там 95 сил. Здесь немногим больше 100, но вот такое я новичку бы уже не порекомендовал. И мне, конечно, это заходит больше. Но он и стоит дороже. Теперь давайте расскажу вам про тормоза. На самом деле про тормоза здесь долго рассказывать не придется, потому что помесь стайлимы с главным тормозом-цилиндром MCS и 320 дисками вместе с весом в 166 килограммов дают просто великолепнейшую тормозную динамику. Я, конечно, ездил на мотоциклах, на которых стояла примерно такая же конфигурация тормозов, но они не были среднекубатурными нейкедами весом в 166 килограммов. Давайте теперь я вам расскажу про внешний вид и эргономику. Единственное, что мне абсолютно не нравится в этом мотоцикле, это внешний вид этого мотоцикла, потому что, на мой взгляд, он похож на инструмент. Это такой инструмент, на который все, что навесили, это просто имеет какую-то функциональность. Но она не эстетическая, а просто потому что на баке должен быть какой-то облицовочный пластик. Он выглядит очень простым и дешевым, как будто он с эндуро какого-то или с кроссового мотоцикла. Я понимаю, почему это сделано, потому что, кажется, КТМ вообще, в принципе, не сильно морочится над внешним видом, у него функционал первичен. И за вот этот его функционал, за его характер, ну, лично я готов закрывать глаза на внешний вид. Фара, кстати, получилась довольно симпатичная в поколении вот этих 890-х дюков. Касательно материалов и так далее, например, здесь кнопки, которые выглядят довольно дешевыми, сами пульты выглядят довольно дешево. В общем, не видно, что здесь какой-то премиум. Однако, что мне понравилось, здесь кнопочки на пультах подсвечиваются, и это прикольно. По эргономике. Несмотря на то, что она более острая и более спортивная, чем на обычном 890-м дюке, я не могу назвать ее действительно острой и спортивной с точки зрения, ну, как, в принципе, бывает на мотоциклах. Потому что сидишь здесь с наклоном вперед, я бы не назвал его очень большим, есть некиды, где наклон больше. В целом, мне в городе было довольно комфортно на нем перемещаться. Соответственно, здесь руль, никаких клипонов здесь нету, поэтому бояться, прочитав про заостренную эргономику этой самой эргономики, я думаю, не стоит. Вот так вот выглядит посадка моя при обычной городской езде. Еще пару слов я бы хотел сказать про выхлоп этого мотоцикла. Здесь обычный выхлоп стоковый стоит, и у него очень приятный звук, и он постреливает при сбросе газа вниз. В общем, я думаю, что в ролике вы и так это услышите. Приборка здесь отражает внешний вид самого мотоцикла. Она максимально простая и незатейливая. Управление приборкой осуществляется с помощью вот этих четырех клавиш. Здесь тоже нет ничего сложного. В обычном положении они просто регулируют чувствительность трекшн-контроля. Вот он ходит здесь. А также, просто нажав на клавишу SET, мы подаем в довольно простое меню, где можно настроить то, что нам необходимо. Здесь он показывает наши любимые всякие режимы. Сколько осталось ехать до пустого бака. Здесь простой бортовой компьютер. Сейчас он стоит в режиме трек. Можно настроить чувствительность газа, антивилли или включить ланч-контроль. Либо можно покинуть режим трек и выбрать любой другой режим. Например, спорт, стрит или рейн. Ну и есть меню с настройками электронных систем. Выбирая себе абсолютно любой элемент мотоэкипировки, я обычно преследую две цели. Во-первых, это должна быть действительно хорошая вещь, которая будет качественной, будет меня защищать и прослужит мне долго. А во-вторых, я хочу купить эту вещь как можно дешевле. Для того, чтобы проще было сделать и то, и другое, мы запустили маркетплейс мотоэкипировки razon.ru. Сейчас существует огромное количество самой разнообразной мотоэкипировки. В ней легко запутаться, и каждый производитель пишет в описании товару, что его вещь самая лучшая. А еще у разных продавцов эта же самая вещь может стоить разных денег. Для того, чтобы со всем этим разобраться, мы добавили на наш сайт 90% брендов мотоэкипировки, которые продаются в России, а также практически все крупные магазины. Помимо этого, списки и того, и другого постоянно пополняются. Еще мы добавили удобную систему фильтрации, поэтому если вам нужна, например, только туристическая куртка и только с мембраной Gore-Tex, вы просто проставляете нужные галочки и видите весь ассортимент товаров в магазинах, которые представлены у нас на сайте. Выбрав проглянувшийся элемент экипировки, можно как прочитать на него отзывы, так и оставить свой. Более того, отзывы сделаны так, чтобы при выборе, например, шлема, вы сразу видели, что большинство пользователей считают его либо более шумным, либо менее шумным. Вот как это выглядит, это очень наглядно. И, например, считают, что шлем большимерит или маломерит. Ну и финально, если выбранный вами элемент экипировки продается в нескольких магазинах, то вы видите цену в каждом из них, поэтому вам не нужно лезть в Google и искать информацию, где купить подешевле. Вся эта информация тут же у вас на экране. На мой взгляд, такой ресурс был давно необходим на русском языке, и вот теперь он есть. Кстати, сайт данный момент сугубо информационный, мы там никому ничего не продаем. Мне кажется, медленно на этом мотое ездить очень тяжело. Он прям заставляет тебя, ну давай, смотри, как весело. Ездить весело быстро. Чтобы вы понимали, что я подразумеваю под весельем, S1000R, который намного мощнее, чем этот мотоцикл, он не дает таких эмоций в самом начале. То есть, ты когда действительно быстро едешь, прям в трековом режиме, и, наверное, по треку, либо крутишь его, как в сумасшедшем городе, с огромными скоростями, тогда весело. Здесь он только тронулся, а веселье уже начинается. Правда, и для своего класса он стоит приличных денег. Но тут уж что поделаешь. За веселье надо платить. Саня, или всю заправочку. Теперь расскажу пару слов про его цены и конкурентов. У этого мотоцикла, по сути, есть два конкурента. Это Yamaha MT-09 SP и Triumph Street Triple R. Я не ездил на SP и R-ке пока, но я почитал сравнительные тесты в западной прессе. Пишут следующее. Касательно управляемости на треке, вообще общего поведения на треке, среди этих трех мотоциклов выигрывает Duke R. Но, как отмечают журналисты, для езды в городе он менее комфортен, чем, например, Street Triple R. Он является между этими тремя мотоциклами такой некой золотой серединой. Потому что он тоже быстрый, тоже на нем неплохо ехать на треке. И, кстати, он стоит подешевле, чем Duke R. Ну, а, как отмечают журналисты, по крайней мере, из MCN, MT-09 SP, он больше годится для городской езды, он более спокойный. И на треке он к результатам, что 890 у Duke, что Street Triple приблизиться не может. Теперь касательно цены. Н-записи этого ролика, версия Duke R, насколько я понимаю, без дополнительных опций, потому что сайты дилеров почему-то не могут написать, в какой-то комплектации. У всех стоит 1 370 000 рублей. Скорее всего, это без квикшифтера и дополнительного рейс-режима, который активируется прошивкой. Есть обычный Duke. Он стоит примерно на 120 000 меньше. Кстати, давайте я вам расскажу, чем он отличает. Во-первых, там есть сиденье. Во-вторых, там более расслабленный эргономик. Он чуть ниже по седлу. У него руль чуть поближе к вам. Подножки смещены чуть вперед. С точки зрения тормозов, там тоже четырехпоршневые суппорта. Однако это не стайлимо. И ручки MCS там тоже нет. Также там попроще подвеска. Там тоже VP Apex, но она не регулируемая, как здесь. Учитывая, на самом деле, сколько всего нам становится доступно при доплате в 120 000 рублей, я думаю, что версия R будет поинтереснее. Давайте переведем в стрит и посмотрим, как он сейчас еще будет вести. Потому что, оказывается, здесь их три. И стрит самый мягкий. Трек, соответственно, самый жесткий. Вот сейчас стою, идет жар к левой ноге. Видимо, потому что вентилятор включился. О, тут есть подогрев ручек, но включается у нас где-то... А, видимо, не включается. Видимо, это опция. Итак, Райдмонд Стрит. Посмотрим. Может, теперь он не будет пытаться убивать новичков там. Ну да, эмоции поубавилось сразу. Накал страстей ушел. Ну, до следующего светофора поеду в стрите, а то, в нем уже скучно становится. Это как в цветном телевизоре резко убавить все цвета. И вот это режим стрит. Если просто едешь по городу, и никакого веселья тебе не надо, то, конечно, это удобнее, потому что там его прям дергают. Ну, как будто он 50 лошадей разом срезали. Но в таком он уже не будет пугать новичков. Тут все предсказуемо. Газ спокойный. Хватит. Теперь спорт. Ну, тут уже жизнь есть. Ну-ка, поворотик. Вот режим спорт, если честно, я бы оставил на повседневную езду, потому что он не дергается, но он уже бодро отвлекается. Ну, и как хочется веселья, то, как вы видели, режим трек вызывает классные эмоции. Подвеска здесь полностью регулируется. Сейчас она выставлена куда-то, и за два дня я не буду никак подстраивать под себя. регулируется она руками. Но если вы купите такой мотоцикл, то можно отрегулировать, как вам нравится. Ну, еду по неровностям. Какой-то супер жесткой я подвеску не назову точно. Но собранная. Мягкости здесь, конечно, ждать мне не стоит. Ну, куда-то еще раз сравню трек после спорта. Ну, да, это еще в полтора раза более злобно. Не, мне нравится, как он поворачивает. Видимо, быстро переложить его сложновато, либо я просто не научился пока. Ну, и теперь давайте подводить итог. Что я могу сказать про этот мотоцикл? Мне, лично мне, вот этот Duke R зашел просто невероятно. Это среднекубатурный стрит, который превосходит мои драйверские навыки. То есть, мне есть чему учиться мотоцикла, и я полностью раскрыть этот мотоцикл не могу. Мне он был доступен всего лишь на два дня, поэтому я не смог на нем поездить столько, сколько бы мне хотелось бы. И я думаю, что покупая такой байк, обязательно нужно выезжать на трек. Потому что все вот эти побрякушки, которые здесь есть, подвеска, тормоза, великолепно настроенный мотор, они все отлично пригодятся на треке. Этот мотоцикл может действительно показать отличную управляемость, он может показать отличное время. Я прочитал специально несколько западных обзоров, где все говорят на перебой одно и то же, что этот мотоцикл просто рожден для трека. Если вам надо просто ехать в городе, и чтобы быстро мотоцикл разгонялся по прямой, я думаю, что вы без труда за цену вот этого самого Duke найдете мотоциклы, которые будут по прямой ехать быстрее. И платить за эту управляемость и тормоза вам просто не придется. За предоставленный мотоцикл я выражаю благодарность компании Автодом, которая является официальным дилером марки КТМ в России. В общем, вот такие вышли у меня впечатления. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Кому есть что сказать, пишите об этом в комментариях. А с вами был я, Илья Сплин. До новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok